Приветствую всех смотрящих это видео. Сегодня у нас вновь разбор. Разбор на группу Кипела с песней Косова Поля. Она же, кстати, играет на фоне. Я желаю вам приятного просмотра и продуктивного обучения. Поехали. Вступление. После флейты, наверное, ритм-часть. Итак, смотрим. Значит, только молчано вступает. У нас первое квадратовое соус, получится первое, наверное, два квадрата. Играется вот такая штука. Потом начинается третий и четвертый квадраты. Играется перебор, в котором есть мудренно взятый, короче, берется он довольно сложно, а аккорд этот у нас си моль мажор. Если бы гитара была стандартом строя. Показываю. Начаться. Играем вот что. Играем дважды. Да, аккорд соль мажор. Тут действительно соль мажор. Ломается гармония. Может быть, даже за это ему большое спасибо. Это вносит очень красивое такое разнообразие в этот момент. Но мы здесь не для того, чтобы хвалить эту песню. У меня, на самом деле, и к ней есть гора претензий. Неважно. Итак, мы собирали дважды эту часть. И у нас перед самим куплетом еще один такт держится. Рай минор. И так, еще покажу вам сольят на вступлении, который я записал, и уже даже не поверите. Буквально перед припьем. Так. Играем его вот таким образом. Но будут моменты, которые я не объясню без табулатуры. Поэтому будет скриншот. Вот смотрите. 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 Соляк этот играется тоже в два раза. Вот как я показал. За последним разом есть вот это вот отличие. Там, получается. Мое поле без конца играет. Ну и так далее. Не буду петь, а то вы сейчас видео выключите. Затем у нас куплет. А в куплете свои заморочки. Например, аккорды. Вот эти вот. Что случится? Нет. Поругание до купола сожженной на этом моменте. Там гитаристы забирали чуть-чуть по-разному. То есть там. Играет один гитарист, второй играет. Сейчас объясню чуть попонятнее. Один, а второй. Скажите, что здесь такого? А то, что у меня в табулатуре все это записано в одном треке ритм-гитары. Штука в том, что выходит очень много дорожек. Табулатуру смотреть неудобно, читать неудобно, скажем. Скажем так. И, например, гитары дисторшн, которые я укомплектовал в две. И то, ну это, возможно, неправильно, конечно, с одной стороны. Ведь ритм-гитары у нас на первом столике две, и в конце две. Но у меня только так могу это делать. Иначе, ну представьте себе, не 12 уже, а 14 инструментов. Комплектовать очень полезная штука. Итак, значит, сам куплет я поделю на три части. Вторая, третья, там почти одинаковые, я потом только покажу различия. Вторая часть играется... Вторая. Первая часть играется следующим образом. Поехали. Ну так далее. Итак, мудрёная кора после этого. Я даже так пальцы не могу разогнуть нормально. Давайте вот с этого ракурса, чтобы было понятно. Прикиньте, получилось, наверное, место. А даже темп не пришлось замедлять на мудрёном аккорде. Итак, этот мудрёный аккорд, это получается си-бемоль, но взятый он как-то очень интересно. Ставим его в аппликатуре, то прям в процессе перебора. Как его поставить? Берём тонику, си-бемоль. Затем на третьей струне седьмой лад. Это у нас нота ре. Это у нас получается терция, ну там через октавру. Затем берём опять си-бемоль на первой струне. И берём опять терцию, но уже на пятом ладу. И от неё надо будет сделать слайд вниз. То есть очень непросто это будет сделать с первого, с третьего, с десятого и с двадцать пятого раза тоже. Поэтому удачи вам на даче. Различие второй и третьей части заключается в аккорде ре. Так, значит, в конце второй части он играется таким перебором. В конце третьей части играется таким перебором. Это, конечно, уже прям совсем подробный разбор. Думаю, даже те, кто будет пилить каверы на эту тему, так сильно морочиться не будут. Но если есть прям такие вот ценители, такие идеалисты, ну можете поморочиться. Итак, продолжаем. У нас теперь припев, который играется боем. И давайте я просто его покажу. Аккорды не сложные, бой тоже не очень сложный. Точнее, не очень, но вообще не сложный. За первым разом мы доигрываем прям на аккорде ре. Кипело-то натянет дроздов. А за вторым разом мы уже вместо аккорда ре сразу переходим на мелодию. И так далее. Затем у нас опять повторяется куплет. И у нас опять повторяется припев. Но, когда мы должны были бы перейти на мелодию в этой палубке, у нас подключается дисторшн-гитара. Вот там она у меня стоит. И сейчас я вам покажу, что играет даже она. Так, вроде отстал. Итак, что я это был изначально упомянуть? На акустичность строй просто полтона вниз. А вот на таких гитарах, на электро, на таких гитарах, да. Строй дроп до диез. То есть мы обусываем и на полтона, и еще шестую дропаем на тон вниз. В общем, это не сложно. Итак, вместо того, чтобы переходить на аккорд ре, мы начинаем играть аккорд соль. Таким макаром. То есть мы играем в 8 ударах от заглушки. Как бы постепенно надо открывать. Дальше начинается соло. Гармония с алякаром. Да, переход это тут есть. Дальше соло на две гитары. В принципе, я могу объяснить, потому что оно не настолько сложное, чтобы его пропускать. Итак, что у нас играет Молчанов? Играем два раза, затем уходим на квинтовую партию. Итак, партия второго гитариста. Тоже играем дважды, без всяких изменений. Затем у нас такое квинтовое соло-недосоло. Показываю! Моя самая нелюбимая часть этой песни. Квинтовое соло. Моя самая нелюбимая часть этой песни. Показываю! Играем так дважды, затем модуляция на тон вниз. Ре. Здесь эти гитары затухают. Опять возвращаемся к акустике. Играем куплет. Потом припев тоже играется с акустикой, но уже подключается дисторшн гитары. Значит, на этом квинтовом саляке добавляется еще и соло к этим квинтовым диодским или... Не знаю, как это назвать. Короче, оно обыгрывает ту же фигню, то есть вот от Ре... Какой-то бред, конечно, но вот так им захотелось. Ну, так-так-так. Последний припев играем таким образом. Поймете, о чем я. Играется, по-моему, тоже четыре раза. И просто перед каждой сменой аккорда делайте два палмюта. Так вот. В таком стиле. Аккорд Ре берется еще с открытой. Шестой. Чтобы поплотнее звучало. Затем у нас еще будет последнее соло от Молчанова. На котором тоже будет гармония припева. Но перед ним есть переход такой. Вот так. Но. Гармония это припева, но играется уже на... Таким... Так-а-да, только медленным. Вот так. Затем опять же у нас припев Тоже играет с этим медленным тагадалом Затем у нас там уйдет замедление Вот такое Последний аккорд не даем Просто И 10 перебор Так, показываю Итак, показываю как играть последний перебор Который по сути является квинтовым соло После него как раз само это квинтовое соло И идет Но это его акустическая обработка И партии тоже чуть варьируются Но я не буду показывать вариацию партии Обращайтесь за тобой двое Поскольку это действительно очень Не просто выучить всю эту песню Я вообще поражаюсь как гитаристам удается ее играть от Идон вживую Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, спасибо всем тем, кто посмотрел это видео. Я надеюсь, оно было вам полезным. Подписывайтесь, показывайте, что это всё вам нравится, репостите куда угодно. Короче, я хочу видеть вашу поддержку, чтобы понимать, что я делаю это, ну, не для воздуха. Ещё раз спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok